Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид со времен Амперы. Заряжаемый кроссовер Grandland X с приставкой Hybrid 4 оснащен 300-сильной силовой установкой на базе турбо-четверки Putec. Такая же стоит на Peugeot 3008. Двигатель внутреннего сгорания здесь дополняет два электромотора. Первый соединен с восьмиступенчатым автоматом, а второй вместе с инвертором и редуктором установлен на задней оси. Таким образом, гибридизация принесла Grandland полный привод, ведь до сих пор этот кроссовер, как и все Opel на французской платформе EMP2, оставался сугубо переднеприводным. Суммарная мощность гибридной установки достигла 300 лошадиных сил. 200 из них развивает бензиновый двигатель, а еще 109 дают электромоторы. Разгон до сотни не заявлен, но аналогично оснащенный Peugeot 3008 ускоряется за 6,5 секунд. Батарея емкостью 13,2 кВт-часа установлена под задним рядом сидений. На чистой электротяге гибридный Grandland X может проезжать до 50 км по циклу WLTP. Прием заказов на машину в Европе откроется в ближайшие недели, а клиентам первые кроссоверы поставят в начале следующего года. Как и предсказывали эксперты Ассоциации европейского бизнеса, подъем налога на добавленную стоимость и дальнейший рост цен плохо повлияли на автомобильный рынок России. По выкладкам Ассоциации рост прекратился, и в апреле продажи новых легковых и легких коммерческих машин упали на 2,7%. А всего по итогам первой трети года рынок ужался на процент. Первое место в рейтинге марок удерживает Lada, которая реализовала 32 тысячи автомобилей. На второй строчке Kia с результатом почти в 20 тысяч машин. Тройку замыкает Hyundai. Корейской марке удалось продать в России 15 тысяч автомобилей. В пятерку лучших вошли Renault и Volkswagen. КОНЕЦ